МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕАТРАЛЬНАЯ СУДЬБА Вот знаете, судьба, наверное, почему я стала оперным хорминистером? Я попадаю в класс народного артиста страны Алексея Петровича Гадеева. Он был главным хорминистером тогда театра, и я у него была одна студентка, потому что он был занятой очень человек, театр, естественно, это вообще. С утра до вечера мы не выходим иногда из этого здания. И поэтому он работал в Академии музыки, тогда же консерватории на полставочки. И вот меня дали ему в нагрузку. И, конечно, с первого курса я начала уже посещать оперный театр. Я стояла все время за кулисами, я смотрела все спектакли. Естественно, прямой путь у меня был, конечно, в оперный театр. Я уже пришла, моя дипломная работа самостоятельно хормистерская была, опера Деницетти, Дон Паскуали. И вот, считайте, с 1976 года, больше 40 лет, я работала в оперный театре на одном месте. Великое искусство. Ну, говорят, высшие оперы по сложности и вообще по властью, такое искусство колоссально грандиозное совершенно. Потому что там не просто надо разобрать, допустим, протестуру хоровую. Ее надо сделать так, хормистеру, чтобы у тебя на сцену вышли уже образы. Понимаете, опера ведь это характеры. Это опера и характеры. Хормистер очень интересно работает над этими характерами. Если, допустим, мы берем Мусоргского, то у нас, я уже не буду сейчас много рассказывать, в этой опере и хор исполняет. И простой, просто люд, понимаете, кричит хлеба-хлеба. Или бояре в думе. То есть это все по краске, по характеру должны быть разные люди. Колоссальная интересная профессия оперного хормистера. Мечта о медицине? Если бы я не стала музыкантом, то, конечно, я стала бы медиком. Потому что это моя тайная любовь, медицина. И для меня, вот как для некоторых людей, знаете, музыканты, это небожители какие-то. Да, в общем, нет мира сего, они какие-то особенные люди. Вот для меня медики особенные люди. Они для меня небожители. Музыка тоже лечит. Это правда. Это правда. Вот, например, мои коллеги, артисты хора говорят, был накануне спектакль тяжелый. А знаете, спектакль, чтобы спеть, это же оно выгорание эмоциональное. С холодным носом петь спектакль невозможно. Понимаете? Просто так воплощать партитуру. Это эмоции сильнейшие. Вот. Физическая нагрузка сильнейшая. И вот они на следующий день приходят. Театр же у нас репертуарный. Мы даем спектакли каждый день. Каждый день новые. Это русская классика, западноевропейская. Понимаете, итальянские композиторы. На французской музыке. И люди, конечно, эмоционально выгорают. И вот они уставшие. Кто-то себя не очень хорошо чувствует. Они приходят, и мы начинаем работать. Первые 5-10 минут – это так, знаете, пристройка такая вялая. Потом, когда они начинают входить в работу, они забывают, что они больные, что у них болит голова, что они уставшие. Потому что это на самом деле музыка лечит. Это правда. Потому что это, в общем, это, наверное, оттуда все идет. Я уверена в этом. Почему люди не поют? Я одно время работала в университете культуры. Как ни странно, в народном отделении я чистый академик. Но вот так произошло. Собственно, дирижерская школа как бы там одна. Там такое количество приезжало коллективов таких самобытных. Из деревень. Такая поющая деревня. Мне кажется, еще поют. Я вот смотрю наше телевидение. Очень много уделяет внимания. Правда, народному творчеству? Я не могу сказать, что не поют. Но, конечно, меньше. Люди стали более закрыты. Мне кажется, они раньше, когда садились за стол, конечно, начинали спеть. Сейчас этим никто не занимается. Во всяком случае, в том окружении, где я. Там другие беседы. А так, чтобы пели люди. Нет, может быть, от переизбытка информации. Знаете, вот все же сейчас интернет и телевидение. Мне не интересно, наверное. Раньше этого ничего не было. И вот это творчество народное, и вот такое общение через песню, оно как-то сближало людей. Сейчас очень закрытые люди. Фестиваль «Могутный Божия». Я восхищена. В наше сложное время сложнейшее время. Сложнейшее, когда общество... Об этом много можно говорить. И морально какие-то огромные проблемы, морально-этические в обществе. Этот прекрасный город умеет так организовать фестиваль. И именно вот духовные музыки. Песня «Могутный Божия» Ее, эту музыку невозможно петь вот с пустой душой. Даже в светских произведениях это вот такая одногорячая молитва. Это, конечно, радует. Невероятно. И вселяет надежду, что, я всегда говорю, мы особая страна. Мы Белая Русь. Я такая, очень такой защитник вообще Беларуси, вообще на всех фронтах. Мы Белая Русь. У нас немножко другой менталитет. И мы... У нас вот эти дети, которые поют, эти взрослые, они такие светлые. Я говорю, что после такого пения и вообще участия в таких коллективах, народ не пойдет в бардаки, понимаете, на какие-то жуткие дискотеки. Ну, это невозможно. Душа музыканта. Вот зачет... Экзамен в музыкальной школе, правда, пришли детки. Вот играет девочка, совершенно удивительной душой, с глубокими глазами. Она маленькая, но у нее духовный мир внутренний, уже богатый. Она играет так, вы знаете, хочется просто... Это фраза, это чувство тона. Ну, ребенок забыл где-то, запнулся. Значит, ему ставят на балл оценку ниже. Выходит другой ребенок с хорошей нервной системой, крепкая такая, все у нее под пальцами, такие банты у нее, такая розовая щука, нигде не ошиблась. Ну, отколотила, как я говорю, отколотила программу, ей ставят высший балл. Как можно это? Вы знаете, один раз оценка ниже, второй раз, а в ребенке живет музыка. И нельзя убивать это. И педагоги должны это очень четко видеть. Потом... Смотрите, сколько огромное количество музыкантов, которые не приняли музыкальную школу. Просто не приняли, понимаете? Или в Эрде в консерваторию не приняли, там, в музыкальную школу Щедрина. То есть масса примеров. Это абсолютно музыкальные гении. Вот вам, пожалуйста, ошибки. Поэтому, вот как, знаете, чтобы не отбить желание, это очень тонкий материал. Опера и строитель. У меня моя знакомая, она по профессии парикмахера, и муж у ней, ну, он строитель, и он никогда не был в оперном театре. И поскольку мы с ней знакомы, я ее пригласила, и они пришли, и они пришли на тоску. Вы знаете, он плакал. Он плакал. Взрослый мужчина, строитель, который никогда не был в оперном театре, его музыка Пучини просто взорвала изнутри. У него текли слезы. Вот вам сила искусства. От этой музыки ее надо слушать. Просто, как нас учили педагоги, надо все время слушать. А не просто так по ходе. Знаете, ай, мне не нравится. А не нравится то, что незнакомо обычно человеку. Вот надо это изучать. Знаете, говорят, раньше было у интеллигента человека две любви, опера и церковь. Вот это духовность, театр, правда, и церковь, да, и храм. Звуки тишины. Честно говоря, когда у меня столько много музыки, что когда я прихожу домой после репетиции, у меня дома гробовая тишина. Никакой музыки я не слушаю. Хочется тишины. Знаете, мы очень много отдаем эмоций. Мы выдыхаемся. Ну, если, конечно, работать с полной силой. Поэтому нам хочется собрать мысли, порядок. Это всегда немножко... Прослушание любой музыки – это все-таки труд. Это не просто отдых. Ну, мы же, и я же не слушаю там Ксюша, Юбочка из Плюши или что-нибудь такое. Я уже взрослая, ты целуй меня везде. Ну, это вообще, это просто понимать. Артисты хора молодые и красивые. Беру на работу в хор до 30 лет. Почему? Потому что огромный репертуар. 32 оперы на языке оригинала. Это надо... А оперы... Это же, знаете, в другом коллективе я читаю ноты, да? Меня взяли в коллектив. Я ноты раскрыла, прочитала с листа, пару репетиций, я могу петь концерт. В опере так не получится. В опере иногда месяцы, чтобы выучить, например, ту же оперу Турандот. Огромную последнюю оперу Пучини. Поэтому, конечно, а, грубо говоря, мозги уже не те, когда уже туда четвертый десяток, уже человек не так воспринимает. Ну и потом, пока он этот репертуар выучит, а говорят, настоящий артист хора, такой уже приобретший профессию, где-то лет через пять только получается, через четыре, через пять, говорит. Вот считайте, она только к 35, допустим. Если я ее в 40 возьму, в 45. Потом начинаются возрастные изменения, и мне надо отправлять на пенсию. То есть игра не стоит свечи. Поэтому мы постараемся у людей помоложе. Вообще сцена, конечно, любит молодежь. И, конечно, внешность. Потому что, если ты 120, 120, 120, то я, конечно, тебя могу в матушке какие-нибудь поставить, там, ну, в народ. Но никогда ты не выйдешь, допустим, в сцене Лизы и Полины в «Пиковой даме». Молодые княгинюшки. Может, вы и были откормлены, конечно, но желательно. Да. Мы полетели в Бразилию. Центр Амазонии. Манаус город. Это сейчас вот исторически говорят, что туда после войны все нацисты сбежали. Это туда ничем, никаким поездом не доехать. Только самолетом можно долететь. Потому что это Амазония, эти тропики. Когда там были каучуковые плантации, это был богатейший край. И тогда итальянцы выстроили этот театр. По подобию ляскала внутри, очень красивой. А потом кто-то выкрал семена каучука. И вот это производство там, вот эти плантации стали хереть, хереть, хереть. И все это, город как-то стал, стали уезжать люди. И театр сто лет не был открыт. И наш импресарь привез туда белорусскую труппу. Мы летели, нас было очень много. Вот этот театр меня потряс. Жара немыкновенная. Можете представлять Бразилия. Влажность запредельная, жара запредельная. И отношение вот к певцам. Зал весь устроен, но на час арчат. Под каждым креслом такой, знаете, воздухопровод. То есть ты сидишь и охлаждаешься. Идет воздух прохладный. Но на сцене сауна отдыхает. Просто там все умирают. Со всех течет пот. Там никакого воздуха нет. Вот как делали. Как отношение к певцам было. Вот это была очень интересная поездка. А оперный театр – это образ жизни. Мы все знаем это. Это не просто ты не можешь прийти, закрыть дверь и больше заниматься. Ты все время с этими партитурами, ты все время с этими мыслями. Ты анализируешь. Я могу забыть, закрыла ли я дверь и выключила это газ. Но в каком-то там году, там в 2000-м, в спектакле таком-то, что у меня не вступили здесь сценария вовремя, это я помню очень хорошо. Доктор говорит, это у вас профессиональная память. Я говорю, ну, вот это я помню хорошо. Не нойте. У меня есть подруга, она инвалид первой группы. И вот эти люди, они не жалуются. Они оптимисты по жизни. Я на нее глядя, и всегда коллегам говорю, что вы нойте? У вас все есть. У вас есть работа, здоровье. У вас есть руки-ноги. Вам худеть всем надо. У вас некуда уже в шкафы эти ложить эту одежду. Что вы нойте? Вам все плохо, понимаете? Я ехала в троллейбусе как-то. Ехал один старичок. Это сейчас все говорят, я в театре сказала, это управляет все, что это народный анекдот. Но я это сама лично слышала. Сидит дедок такой, похожий с деревни. И он тоже с женщинами разговаривает. Ну что вы нойте? Сейчас у народа две проблемы. И все так напряглись. Как похудеть и где припарковаться? Понимаете? Вот такая народная мудрость. Все хорошо. Самое главное у человека здоровье. Если есть здоровье, и у тебя есть цель, ты все преодолеешь, и все будет хорошо. А все остальное счастье, это, знаете, это такой миг. Невозможно, это только идиоты все время с утра до вечера счастливые. Они улыбаются, с моей точки зрения. Спели прекрасно спектакль. Замечательно. Убедили, в первую очередь, меня, я поздравляю всех, но это миг. Я понимаю, что завтра у меня начнется другая репетиция, другой спектакль, и мне надо опять делать спектакль. Это такое мимолетное. Или, например, ты выходишь, у меня есть дача такая небольшая, и я когда понимаю, что все уже, тут уже надо куда-то съехать, я просто приезжаю на пару часов, я выхожу на эту траву, с чашечкой кофе, и эти птички поют. Мне достаточно час постоять, я другой человек. Понимаете, вот это надо все сбрасывать, и это такое счастье. Ты сможешь на это небо, и думаю, главное, чтобы это никогда не кончалось.